Зоя Ивановна, скажите, пожалуйста, как в совхозе «Земнеленин» идет подготовка к весеннеполевым работам? Если кратко, то могу сказать, что полным ходом. Мы во всеоружии, мы, в общем-то, готовы по всем позициям. Удобрения мы практически закупили, средства защиты закупили. Технику ремонтируем. Я надеюсь, как всегда, у нас на высшем уровне техосмотр пройдет. То, что нужно, самую необходимую технику нам купили, обновляем. Ну, в общем, мне, как главному агроному, опасений никаких нет, что мы не справимся с весеннеполевыми работами. Все в обычном режиме. Никаких провалов, никакой паники, ничего нет. Все как обычно работаем, мы готовимся. Я надеюсь, что у нас пройдет все хорошо. Все производственные задания у нас давно составлены, утверждены. Все программы по питанию, по защите составлены, утверждены. Все как обычно еще сейчас. Помимо того, что работа в поле, как говорят, весеннеполевые, это значит, когда техника выходит в поле уже, во всю работу идут в поле. Но у нас обычно весеннеполевые работы начинаются с обрезки. С обрезки садов. У нас же сады есть. Планировали в понедельник войти, но морозы нам тут немножко отодвинули. Наш вид этой работы. Поэтому мы на этой неделе тормознулись, где-то со следующего понедельника мы начнем. Но мы успеваем. Пока что успеваем. А на какие суммы закупаются эти средства защиты растений? Сколько вообще денег? В общей сложности мой цех растеневодства. Я потратил, осталось совсем немножко, счета уже есть. Мы оплачиваем это где-то 100 миллионов. Да, такая подготовка. А в прошлом году было меньше? Нет, так же. Ну, то есть какие-то удорожания вот этих вот средств защиты? Ну да, 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 да. Ну, мне почему, опять же, в эти 100 миллионов техник побольше купили. Поэтому за счет этого, да, средства подорожали. Да, удобрение подорожало, особенно селитра подорожало. Все процент на 15, на 20. Все пропорционально доллару, доллару, евро. Потому что средства защитные, это импортные, это все. Вы понимаете, нам счет приносит в евро, все зависит от курса. Но, тем не менее, нам все оплачивает. Поэтому я всегда говорила, агроному работать в совхозе Ленина одно удовольствие. Не в каждом хозяйстве это все оплатят. Не в каждом хозяйстве дадут столько денег на весенние полевые работы. Поэтому плохо работать здесь просто стыдно. И плохо работать просто нельзя. И, конечно, от нас ждут отдачи, хороших урожаев. Но мы еще многое зависимы от погодных условий, к сожалению. Если они складываются, погодные условия, когда у нас не зальют, не заморозят, не засушат, тогда у нас получается хорошо. Ну, это уже к Всевышнему молимся. А много снега, это хорошо вообще для... Это отлично. Все говорят, ой, это снег, снег, это ужас, это плохо. А я говорю, Господи, благодарю тебя, Господи. А ожидается еще вот три дня снег. Дай Бог, чтобы его было много, много, много и много. Это для агронома это сказка, не зима, а сказка. И сильных морозов не было. Правда, вот сегодня минус 22 было прошлой ночи. Ночью ожидается минус 24. Это не есть хорошо для цветочных почек и яблони. Потому что корни, хотя у нас малозимостойкие подвой, карликовые, но там много снега. За корни я спокойна, за землянику я спокойна. А вот цветочную почку яблони может прихватить. Ну, посмотрим. Если кратковременно, два дня, может быть, и обойдется. Какие планы? Сколько произвести и чего? Ну, план у нас. План у нас хороший. План у нас хороший, как всегда. Вы как-то на количественные показатели ориентируетесь? Да, он плановый, допустим. Ну, конечно, у нас в плане на землянику получить 12 тонн с гектара, но я бы хотела 15. Все, опять же, земляник очень зависит будет от погодных условий. Не очень хорошие погодные условия были в прошлом году для закладки цветочных почек у земляники, потому что это много, когда влаги много, это тоже не есть хорошо для закладки цветочных почек. У земляники нужен стресс вот такой засухи, а его не было. Ну, я думаю, на 12 тонн у нас прошла закладка цветочных почек. Теперь лишь бы заморозка не тюкнул. А в прошлом году сколько удалось? Ну, мы получили с некоторых полей у нас, с одного поля мы получили 18 тонн с гектара. Ну, в среднем у нас получилось 12 тонн, потому что у нас очень много подтопило площадей, а делится на все, где все погнило. Ведь мы в прошлом году где-то, если не ошибаюсь, мне память, где-то 225 или 250 тонн гнилой ягды выбросили в обрах. Это были затраты по сбору, потому что их нельзя оставлять в грядках. Это был кошмар. Прошлый год вообще ужасно был. Это только на успокоительных надо было, агронома, работать, видеть, когда такой урожай, а ты видишь, что он переспел, пошла серая гниль, реализации тормозит, торговых точек не дает, а что такой ягод перестоял день-два, и все, она потекла. Надеюсь, что в этом году этого не будет. Продолжение следует...